ретро верь приехали второго зашли буду мерить белье померить вот такое вот давно хотела такой без холтер и такие лосины очень мягенькие по 99 без холтера по 129 в другом магазине в солнце и буду мерить такие штаны под кожу и между кожей джинсами не такие как мои такие вот эти дочка нашла ждала меня пока я приду померю посмотрю вообще яйца купили 6 десятков поставишь ладно не надо сантри тоже типа дома стаса я не хочу что руками брала ты ешь там твой порошок покупали мне тогда в это бы черном пару месяцев назад так фореля да это что этот месяц я растиралась по полной программе с артура командировками на первых во вторых после спортзала я стираю каждый раз на 20 минут так форель у нас по 99 гривен по 100 гривен за килограмм по акции было я взяла две рыбы одну на 200 другую на 237 а ты что тут хочешь начать вот с этой сумки доставать надо это скатит стирку рука сустав болит рушники мостом не хватит картошки форель на 130 не видно как одеяло и штаны виталику спортзал пойму пойму корм тихо не 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 мельтеши у меня до осталось только еще родить виталиков это мне хорошо хорошо намерен да хорошо намерен чипси по шестнадцать гривен по шестнадцать ух ты будешь и маленькие да ну так они все равно да так сыр такой вот виниго разве на что ты еще за ванильный сахар а чё ты не мрию берешь маленькие все подпорчены и дешевые а еще на норвежский или какой-то шведский короче с красной рыбы они хотят приготовить сырный суп сливочный сырный хочешь сыр попробовать тебе помогать ну конечно же хочу чтоб ты все подоставала и пасе показала папа занят картошку чистит виталик на выходном ну как на выходном припахали до картошку тихо тихо так близко не надо люди пугаются потом не надо на весь экран то же самое до ставки да на стул место позанимаю взяла тебе напополам такая цена была я уже пожалела на двое все взяли кошки корм мяу виталинка иди смотри что грызунам купили сено это это виталика задняя часть попала филейная новое колесико в душу на что слетает и чья-то жопка толстая выпадает это виталинин для бусинок а сейчас в центре есть это крысе потому что она сожрала вот эту штуку она не нету с металлической папа говорит может какую-то штуку туда поставит надо чтоб она далеко было чтоб она не доставала да убирать сразу бы сейчас виталина увидит так рыдать будет спросила уже ей что-то купили я ей ничего не купила а что ей купить она куча всего есть маски альгинантные по 5 гривен были я что последних три забрала это корм рыбкам одной еще пять маски аджика что это типа 16 блин это глина уже разбавленная думала сухая по 9 гривен вернее не по 16 а по 9 вот это самая любимая соль ты пользовалась это классная соль она с пеной она быстро растворяется но ты ж моешься после нее потом водой до кемечки любимые не несу кувелдик это у другого это славяночка кефир до у мужчин вершки целянский вероничка подсказала мне классная расфасовка 450 грамм 25 гривен по скидке это пяточки чистить это носки по 8 гривен нашам приправы да чеснок до сюда все ты туда не складывает и разглаживай сразу все хочу показать еще покупки тишу вас сделать конечно в таком виде мы уже утку ели я вам не показала конечно уже извините полная сумка это не берем магазине так показываю вещи в основном вещи артуре купила вот такую кофту артуру я выбрасывала полайбер он выбрался и такое нью-йорк если написано вот просто такой свитшот магазин таранова размер с к цена 199 гривен она на утеплителя или нет мнения не просто ну такой свитшот не на начать и защитили на начать а нет начать есть вот эти 200 гривен складывать на стол следующую купила кофту на футболке следующий купила кофту вот такую артуру репети тут цена стоит 300 тут цена стоит 200 и дочка сказала что это очень модная кофта я подумала сына не понравится но у меня вообще была так у плана кофта цвета хочет такую кофта куртку она висела вообще там где куртки такие весна осень найдет на замке здесь идет баллоневая такая вставка это такой барашек мягкий и вот здесь карман тоже баллоневая вставка вот она идет без резинки зауженная к низу утепленная но без утеплителя просто вот тепленькая кофта куртка вот такого цвета она такая очень на кассе 200 гривен пробилась очень была рада 400 дальше мы взяли франтера ноги ремнем такой ремень с матовой прорезиненной железной пряжкой с надписью и тоже надпись идет ремень у нас стоил сорок девять пятьдесят сорок девять гривен а стоил до этого 250 см это актуру муж тебе взял такой же только больше чеки сохраняем друг к машине подойдет там уже перчатки на сумка разберу 50 гривен тоже вот такую кепку вот эта форма очень идет правда ему сначала не понравилась она из-за расцветки но когда я померил очень красиво кепка тоже стоило 350 купили за 50 не видно я померяю на мне такое мужу очень красиво может купим и нынешний башку такую клетку на есть принципе но не тепло на национальный парк очень круто нравится да и цена взяла еще в таранове вот такую футболку стоила на 400 гривен взяли за 99 зинтера но вот как бога с рисунком город видите нарисованы город на уже посмотрела сейчас по всем магазинам тематика города токио нью-йорк и всякое такое это у нас взрываю нью-йорк америка очень понравилось мне очень растет а там еще была кофта с капюшоном такая бежим такой растетки но так как кофта ему взяли другого цвета футболку зале такую вот пятьсот пятьдесят гривен получается вот это обошлось цену как и и дальше можем зале футболку таранове тоже 100 гривен очень дешево такой как светочка симпатичная и кармашек и сбоку размер только очень хорошо смотрится на лето можно на работу можно так носить вот сто гривен я себе девочка заснула я себе купила вот такую вот сумку начало тела . стрелку то она одна оставалась в магазине солнце и она ведь такая тканевая как куртка вот и вот таким прикольными ремьяна и правда пластиковая эта штука круче супер поет багет да так сейчас называется можно ручку сделать короткую носить ее как сумку багет я хотел еще дочка и себе взяла но она сказала что она недавно купила сумку сумку она заказывала действительно и не надо поэтому за 100 гривен я забрала ее себе тут одно отделение один кармашек и деньги мне было жалко ее не взять я тебе взяла недавно новую но она не такая хорошая сумка на плечо так с короткой ручкой носятся я на плечо не ношу я люблю так носить ну я и так и буду носить пусть будет сумочка вот и последнее что мы купили не купила много прослеты понравились это магазин не йоркер таких вот четыре браслета вот это один цепочка короче получается вот этот браслет муж очень хотел себе нравится типа под нержавейку он сделан и вот этот вот ему понравился ну а этот муж не будет носить посмотрим они не упали в цене я считаю что это очень дорого для бижутерии которая трется и теряет цвет двести девятнадцать гривен цена как было таки я взяла мужу на подарок такая красота вот и все и подарки вот вот покупки вернее хорошие вот все кому надо мужу вот кто у кого муж я люблю бижутерию покупайте все на сегодня все я работаю всем поэтому вставать очень рано мне кстати дочка покрасила у меня голова не отфенина не ложная просто вот помыла голову на ночь и все на утро школа работа вставать в пять утра очень рано поэтому сегодня заканчиваю завтра продолжим с вами снимать вдох вот такая вода у меня была отключили соседи воду это ужас просто вот такая ржавая была вода красная опять без предупреждения так слушайте я в таком у меня такое сейчас волнение в душе это и плохое и хорошее с одной стороны для меня вообще капец я не знаю в пятницу все решится вот но пока не буду говорить скажу уже когда все уладится но если все пятница решится конечно меня ждут грандиозные перемены и всех моих домочадцев и всю нашу семью потому что конечно на мне все держится здесь вот короче говоря будем держите за меня кулачки чтобы все получилось у меня еще голову не мыло кстати воды не было у меня вчера дочка покрасила видите какой цвет вот вот потому что она мне когда дарсеналь делала на голове ей не понравилось сзади она говорит у тебя сзади типа длиннее корни отросшие нежели вот здесь непонятно как я говорю да нет вроде прокрашивала и еще мужа спрашивала в прошлый раз он говорит все там попадает прокрашена короче так я говорю ну все придешь в следующий раз покрасишь но вчера как раз я ей краску купила и она пришла к нам в гости и я говорю давай крась меня утку вчера ели я не показала затуркали вчера тут нас многом было короче грандиозные перемены такие будут ух я надеюсь ну надеюсь все получится вот так что такие дела ладно буду сейчас разделывать форель которую вчера купили по моему форель да мы купили две штуки мне надо разделать их на филе часть часть засолю часть заморожу головы хвост хребет на суп пойдут ну короче надо разделать рыбку она лежит в холодильнике завоняется в душ сходить помыть голову поубирать в квартире уже два часа как в отмось линка только завтра представляет с этой дистанционкой фух фуух посмотрят Harrison так жари печень просто отбила отбивной В муке я их посолила в муку на сковородочку. В печени у меня свина. Я почему-то свину больше люблю, чем говяжью, не знаю. У меня она вкуснее. Это на любителя такого дела. Все на свине немного, не знаю, сколько будет. Вот моя первая рыбеха. Смотрите, какая огромная. По 100 гривен в килограмм вчера в Ашане была. Она была по ходу с икрой. Икру вырезали. Вот рыба ушла на продажу. Почему цена такая дешевая, не знаю. Я тоже боялась брать, но она не воняет абсолютно. И дочка вот разделала, звонила. Говорит, очень вкусно пахнет. Филе сырое. Мне сказала продавец, что привезли 2 тонны рыбы. И понедельник не очень активный день по покупателям. Им надо срочно продать. Ну, как-то так. Я взяла две. Одну на 2 400 килограмм, а вторую на 2 килограмма. Сейчас буду разделывать на филе. В основном меня интересует эта соленая рыба. Ну, голову на уху, хвост на уху. Короче, приступаю к разделке. Короче, такое кладбище рыбы. Еще ничего не раскладывала. Покушала, села. Кушать захотела. Короче, здесь у меня вот это филе. Здесь филе. Все вот это. Здесь животики. Сейчас я засолю. Вот животик. Это у меня все на суп. Вот. Короче, рыбки много получилось из двух штук. Здесь я уже отложила у меня с ребрышками животик. Тоже засолю, покушаем. Так просто. Это филе такое, которое... Кусочки там срезались где-то, знаете. Вот. Ну, так вот. А вот это буду целое засаливать. Вот. Еще вот здесь филе много. Просто оно получилось под животиками. Короче, сейчас часть засолю. И часть соленая заморожу. Часть заморожу не соленую рыбу. Вот. Вот так вот. Разложу все по пакетам. Я сейчас еще не разложу, потому что думаю готовить суп рыбный. Или сейчас еще не готовить. Думаю, делать или нет. На сегодня. В принципе, у меня особо на сегодня и кушать-то нечего. У меня один борщ есть. Одна тарелочка. Ладно, я подумаю.